Ужас какой! Собственно, проблема демаркации, поиск ответа на вопрос, чем наука отличается от ненауки, является одной из самых амбициозных и самых провальных задач в философии науки 20-го столетия. Ну как провальных? В смысле провальных? Кто сказал, что они провальные? Вахштайн так считает, потому что он социолог, а социологов не считают учеными? Окей, прикольно. Собственно, если мы посмотрим на эту допустановку вопроса, как она виделась философам, то теоретически все должно быть понятно. Есть демаркация первого порядка. Вот у нас есть некоторый регион науки и некоторые регионы ненауки. Есть демаркация второго порядка. Когда мы уже отделили регион науки, то внутри он должен как-то делиться на социологию, биологию, историю, философию. А социология здесь нахуй не нужна, история тоже. Методология другая, принципы другие. Ну то есть, опять же, у Вахштайна очень большое стремление, как бы, да, абстрагировать слово наука, соответственно, очень абстрагировать слово наука. И, во-вторых, у него стремление внести в ряд наук социологию, соответственно, прям очень большое стремление. И оно, видимо, ну, я не знаю, это как бы, знаете, парадигма, из которой исходить надо. И то, к чему надо нам, в общем-то, в итоге прийти, соответственно, такая вот мечта сделать социологию наукой. Непонятно зачем, непонятно зачем, правда, нужно все делать науками, называть математику наукой, непонятно зачем, да, непонятно зачем, там, не знаю, искусствоведение наукой называть. Ну, это просто искусствоведение пусть будет. Способ изучать искусство. Ненаучными методами. Потому что методы ненаучные, действительно. Вот. Ну, то есть, в смысле, ненаучные, неестественно научные. И, в принципе, мы на самом деле понимаем, когда смотрим на университеты, что в университетах обитают люди, которые занимаются очень разными делами. Очень разными делами. Прям невероятно разными делами. И возможность различать этих людей, как бы вот ученый, не ученый, там, не знаю, очень важна, на мой взгляд. На мой взгляд, прям очень важна. И под словом наука, ну, как это, ну, в общем-то, в Америке и полагается, то есть science, мы поднимаем как раз представителей, естественно, научного русла, соответственно. Это нормально. А вот все, что не science, как бы, ну, это уже, как бы, это другое. И это действительно другое. Это качественно другое, это количественно другое, это другие методы, это другие цели, средства, задачи, постановка предмета другая совершенно. И, ну, бля, ну, просто если мы будем расширять понятие науки, мы вскоре перейдем к тому, что учеными действительно будут называться какие-нибудь, ну, эти, теологи, например, да, и буддисты тоже, буддисты, которые в университеты когда-нибудь проникнут. Вот они тоже смогут там свою кафедру обосновать и тоже станут учеными, понимаете? Ну, так, если мы расширяем понятие науки, то да, конечно, и теология будет наукой тогда, и буддизм будет наукой, там, даосизм будет наукой. И только основная цель будет попасть в университет, соответственно. Ну, ладно, давайте послушаем, что Вахштайн скажет. Вот я просто чисто такие предварительные заметки о Вахштайне решил сейчас сделать. ...философию и так далее, ну, философию. А, к сожалению... Ну, несмотря на то, что я его уважаю в целом, но его взгляд на данную проблему мне кажется, ну, таким ангажированным. Четкая иерархия порядков демаркации, демаркация науки-ненауки, демаркация дисциплины, он не работает. Просто потому что, если мы сейчас с вами зададим вопрос, где находится наблюдатель, который проводит эти границы, то чисто логически... Ой, вот эта штука с наблюдателем, а где он находится? А что он там делает, этот наблюдатель? А вот с точки зрения социологии этот наблюдатель вот такой вот. А вот с точки зрения будологии он вот такой вот. А вот с точки зрения математики вот такой вот наблюдатель. Офигенный аргумент такой, ничего не значит как бы. Мы придем на приключение, что он может находиться либо внутри уже какого-то определенного дисциплинарного региона. И тогда это биолог, социолог, историк, который говорит, вот это наука, а это не наука, очевидно, находясь в языке уже своей дисциплины. Либо он находится в некоторой метадисциплинарной позиции, будучи философом, и ничего не понимая в конкретно этих дисциплинах, или понимая что-то в какой-то одной из них, проводит демаркацию первого порядка и демаркацию второго порядка. Собственно, эти ответы, которые будут даны философам... Ой, короче, все понятно, да. Да, если речь идет о философе, то, короче, философ нас, в общем, не понимает. Ребята, все. Философ нас, значит, не понимает, и он не может, в общем-то, определить, не может дать какое-то определение того, что такое наука и что такое не наука. Почему не может? А я пояснять как бы не буду, просто так не может, короче, и все. Вообще не может. Потому что он не разбирается в конкретных науках, науках конкретных не разбирается, да. Окей, хорошо. Супераргументы опять же. Класс. Или ученым, они принципиально различны. Вот эта неясность, связанная с тем, что научное знание оказывается куда более дисциплинарным, чем нам бы хотелось. И всякое научное знание, оно в первую очередь дисциплинарно, а во вторую научно. Проблема еще заключается в том, что мы, в общем-то, можем разбирать разные методы различных дисциплин и находить между ними сходство. Например, у социологии и физики есть некое сходство, это математические методы, да, они присутствуют. Эмпирических методов в социологии, собственно, вообще нет. Но с другой стороны, понимаете, если мы сильно расширяем понятие этих самых дисциплин, физика, то есть, которая была натура философии, этика, политика, шмалитика, вот это все, вот искусство ведения, гуманитарщина, то вся философия, это тоже наука тогда в соответствии, и все просто зависит от исходного определения, которое мы даем, собственно, науке и философии, и вообще всему. То есть, мне не нравится в Ахштане здесь то, что он говорит так, как будто бы он точно наверняка знает, о чем он говорит в данном случае. И в этом смысле биология является лженаукой для химиков, социология лженаукой для... Биология не является лженаукой для химиков, потому что биология и химия тесно связаны, у них очень много как бы перекидных мостиков между друг другом, и существуют такие дисциплины, прям вообще промежуточные, как биохимия, например. Ой! Ой! То есть, вообще тут еще очень важно понимать, что у естественных наук довольно четкое понимание, во-первых, преемственности своего развития, условно говоря, да, что там появилось из физики, из химии, биология как возникла, как они все связаны там, почему есть промежуточные, в общем-то, дисциплины, и почему используются базовые, очень похожие методы в них. То есть, есть еще такой, знаете, кластер, который лежит, в принципе, между дисциплинами и отделением научного от ненаучного вообще. То есть, соответственно, получается, еще один кластер мы можем выделить, и этот кластер куда, на мой взгляд, более существенный, чем может вообще показаться со стороны, тем более со стороны социолога, который, ну, наверное, просто не шарит, что там происходит в естественных науках, ему просто плевать, да, он пытается все исследовать социологически в данном случае. Так вот, эти кластеры, это разделение на естественные дисциплины, практические дисциплины, точные дисциплины, гуманитарные дисциплины, общественные я назвал, ну и общественные, да, если я не назвал их, вот. Вот эти вот большие кластеры, в которых люди занимаются принципиально разными видами деятельности, у них разные цели, задачи, средства, все разное, вообще все разное. Может быть, единственное, что их всех объединяет, это стилистика написания диссертационных работ, статей, монографий. Вот единственное, что, наверное, объединяет всю университетскую вот эту вот, как бы, научную, научную вот эту вот дрянь, объединяет вот такая вот штука, как стилистика текстов. Все. По большей части даже логика не везде используется, не всем она интересна, математика не везде используется, тоже не всем она интересна. И, соответственно, да блин, вот так вот просто остается, ну окей, окей, ну если все, все, все дисциплины, которые так или иначе могут, в общем-то, не знаю, выдавать, в общем-то, дипломы разного рода, да, разного толка, и диссертат, степени кандидатские выдавать, ну все, значит они уже науки, автоматически становятся, окей, окей, ну тогда и христианство. Может стать наукой. Буддизм может стать наукой. Любая философская школа может стать наукой, даже отдельной дисциплиной, там какой-нибудь феноменологией. Как только по феноменологии начнут по-настоящей там выдавать настоящие степени, это не просто когда феноменология станет философией, она уже стала философией, да, она уже как бы в кластере философии находится, и в кластере философии выдают как бы степень за всю философию, а не отдельно за феноменологию. А ведь могут люди настолько как бы углубиться в эту тему, что ну просто, блядь, станет, ну вот, еще одна дисциплина. Методы там отличны от эмпирических, даже противоположны в некотором роде эмпирическим методам. Будет еще одна как бы наука. Значит, все наука. Значит, все имеет определенные шансы стать наукой, если будет развиваться дальше. И исключений никаких не будет. Ну да ладно. Для биологов история лженаукой для половины вышеперечисленных. Ну, у истории принципы методологические другие. Просто я все время опираюсь в методах демаркации на методы, лежащие внутри тех или иных дисциплин. Если вот исторический метод отличается от метода естественных наук, а естественные науки здесь являются образцом и эталоном, потому что первое, что мы называем, ну, в процессе исторического развития называть науками, это именно естественные науки. Естественные науки являются образцом. И мы сравниваем с эталоном естественных наук. Не потому что, не потому что как бы мы так хотим, не потому что естественные науки очень крутые и Шадову типа нравятся, да, не потому что Шадов считает, что слово наука это очень хорошее, классное слово, да, и все самое крутое и самое достойное должно называться науками. У меня наоборот критические, в общем-то, измышления по поводу любого знания, прежде всего научного. Для меня как раз маркер наука, это маркер того, что это надо критиковать и разъебывать просто по всем статьям. То, что носит маркер наука, к тому надо относиться с наибольшим таким вот, с такой наибольшей настороженностью, условно говоря, очень большой настороженностью, да, вот. Поэтому для меня маркер наука скорее отрицательнее, чем позитивный. И соответственно, и соответственно, и соответственно, я, в общем-то, склоняюсь к тому, чтобы обращать внимание прежде всего на наиболее существенные различия. Это существенные различия, которые скрываются в методе, целях, задачах, методе, средствах, то есть, в общем-то, достижения тех или иных результатов. И чем мы дальше отходим от эталона естественных наук, тем дальше мы отходим от эталона научности, в принципе, вообще. Это такое, условно говоря, да, это что-то вроде физикализма в каком-то смысле даже получается, но на мой взгляд он правильный. Ну, по крайней мере, это позволяет нам четко отделить одну группу людей от другой группы людей. Сказать, вот это вот реально наука, вот здесь люди вот как бы, она типа связана с научно-техническим прогрессом, да, там техники дрочат на этих вот ученых тоже, да, они используют математику эти ребята, эмпирические опыты, фальсифицируемость там, верификация там у них, да, есть. Вот такие вот бритва окома там используется постоянно, еще что-нибудь постоянно, естественная установка там же есть. В общем, вот такой вот кластер, в котором вот люди вот в естественных науках занимаются чем-то, вроде бы, если в общих чертах смотреть, и разным, но при определенном обобщении все-таки мы видим очень много общего у них, очень много общего. У социологов с представителями естественных наук меньше общего, к сожалению, еще меньше у представителей исторических наук с этими представителями естественных наук общего. И чтобы подчеркнуть это различие, на мой взгляд, ну, нужно просто что-то назвать наукой, что-то назвать не наукой, хотя тут, блин, тут такая вкусовщина, тут такая на самом деле вкусовщина, что хочешь, называй наукой, что хочешь, не называй, хоть ковыряние в носу, называй-ка наукой. Берешь диссертацию, в носу ковыряешь и размазываешь, потом защищаешься, тоже наука будет. Далее хорошо понимали уже философы науки, в частности мы это видим в замечательной работе Куна 1962 года, где он описывает научные революции прежде всего через понятие парадигмы, как некоторые исторически сформировавшиеся матрицы знания, но уже в дополнение 1969 года он вводит понятие дисциплинарной матрицы. Куна начинает понимать, что дисциплинарность научного знания куда более сложный, непреложный факт, чем ему бы хотелось. И получается, что если мы принимаем... Окей, цитата на Куна, круто, он начал понимать, что почему дисциплинарность куда больше и более важный факт, чем деление на естественные, гуманитарные, общественные науки, которые радикально различаются своими методами и вообще в принципе даже, ну вот, с большим трудом могут быть сведены друг к другу. А? 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 Ну, опять же, давайте социологически проведем, в общем-то, эксперимент. Эксперимент проведем. Будем составлять вот те невидимые связи, о которых говорил Виктор Вахштайн. Вопрос. Кому чаще всего будут апеллировать биологи из непредставителей биологии? К представителям естественных наук, там, не знаю, к химикам, к физикам и еще кому-нибудь, там, к физиологам тоже каким-нибудь, да? Или все-таки будут они апеллировать скорее к социологам? К социологам? Нет, к социологам вряд ли. Вот маловероятно, да? Он может составить те самые карты, о которых он говорил, в общем-то, в вчерашнем видео, где он с Саватеевым общался. Составить вот эти вот карты взаимодействия, которые он по городам, да, составлял, только в рамках научных дисциплин. И получить невероятную картину, окажется, что эти самые дисциплины, особенно вот естественные, они так поближе друг к другу держатся. Как-то вот-вот организуется такая структура определенная. И, соответственно, то же самое в социальных науках начинается, в общественных науках. В гуманитарных тоже, гуманитария, она такая вот слитая. Ссылка в гуманитарном, ссылка чаще делается всего на гуманитарное что-то. И это нормально? Вот общественные науки здесь, наверное, послужат некоторым исключением, потому что они довольно сложные. То есть... Ну, то есть, вот этот кластер общественных наук, он вообще формируется, как бы, знаете, по принципу... Ну, блядь, ну это экономика, да? Ну, это неестественная наука, очевидно. Это как бы хуй знает вообще, что мы изучаем. Какие-то циферки, деньги. А давайте будет обще... А да-да, давайте будет общественными. Окей, хорошо. Те науки, о которых мы, короче, мы не понимаем, куда их отнести, мы относим их обычно к общественным наукам, как ни странно. Потому что с гуманитарными все понятно. С естественными все понятно. То есть, методологию гуманитарных наук, в принципе, сформулировали там, не знаю, мыслители конца 19 века, там, типа, дельте. И потом, в 20 веке она более-менее развивалась. У них появился более-менее такой выдающийся метод германефтики, то есть метод понимания текстов. И вот, вот родилось. У нас есть непосредственно предмет, который мы изучаем, это чаще всего тексты. И есть метод понимания этих текстов. И даже несколько методов понимания этих текстов. Все, вот гуманитарные науки работают вот по такому принципу. И нормально. И они вполне выделяются. Философия, кстати, по такому принципу не работает. Как ни странно. А вот общественные науки, это вроде бы и история, а там вообще свой метод, там вообще надо тексты тоже читать, но не германефтически, а вот исторически нужно их читать. Социология, она сама там мешанину в себе некую представляет, да, тоже непонятно. Люди разными методами внутри социологии уже пользуются. И я бы даже сказал, что внутри себя социология, она не такая уж дисциплинарная. Ну, то есть, внутри социологии очень много дисциплин. Я бы вот что сказал. Очень много дисциплин, которые отличаются друг от друга, вот, 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 прям резко могут отличаться друг от друга. И, с другой стороны, экономика, которая тут тоже как-то вот от всего этого тоже отличается. То есть, общественные науки, это как бы, знаете, это такие маргиналы среди, условно говоря, наук этих самых. И Вахштайну, я как понимаю, ну, очень обидно за то, что кто-то не называет социологию наукой, к большому сожалению, да. Ой, не называют мою бедную социологию наукой. Как же быть, что делать? Давайте расширим определение до конца. Давайте просто будет куча разных научных дисциплин. И все. Ну, классно. Кого посоветишь читать по философии после Аристотеля? Диоген Лаерского попробуйте. Вообще, если что, Евгений, я бы вам посоветовал мою статью зачитать. Сейчас я вам ее скину в чате. Книги по философии, которые вы хотели бы прочитать, вот здесь написано все в том приблизительно порядке, в каком лучше это читать. Прошу. Продолжаем. Это второго порядка, то есть различение между биологией и социологией. Куда более жесткая граница, чем демаркация первого порядка, различение между наукой и ненаукой. И мы сейчас посмотрим. Ну, проблема заключается в том, что социология по демаркации вот первого порядка, она не являлась наукой просто, чувак. Демаркация первого порядка, ну, по большей части, нам позволила узнать, ну, по крайней мере, не то, что узнать, терминологически предположить, что социология, биология, что биология, например, наука, а социология скорее не наука. По методу. Она, по большей части, на метод опирается. И это метод отличия видов знания, как бы, да. То есть есть научное знание, есть ненаучное знание. Научное знание получается по определенным методам, соответственно. Когда мы этим методам не соответствуем, ну, вот сразу это становится знанием ненаучным, но другим. Не обязательно хуже, не обязательно менее обоснованно, не обязательно там оно вот прям вот говно это знание, отвратительное, да. Отвратительная чепуха, нет, не обязательно. Но вот почему-то там так людям очень сильно хочется, знаете, к этому статусу наук примкнуть. Прям очень хочется, ведь наука... Наука. Это же просто игра в слова. Ну, Виктор, это же просто игра в слова. Это ничего не значит, по сути. Ну, признается, что ты наука. Окей. Не, ну, это же смешно. Ну да, деньги не будут давать. Деньги не будут давать. Ну, будут, не будут, блин. Конечно, не будут, да. Да и так социологии немного дают. Тут спрашивают, можешь сказать 5 лучших книг художественной литературы? Ну, не знаю. Гёте, например, читайте Фауста. Путешествие на запад. Очень хорошее произведение восточной литературы. Гёс, игра в бисер, очень хорошее. Ну, давайте три. Собственно, философия в метадисциплинарной позиции. Демаркация, вопрос демаркации наиболее внятно в отчетной форме поставил Морец Шлик. При том, что Морец Шлик не находился в метапозиции. А вообще просто, в принципе, напомню, что венский кружок, он, ну, по большей части состоял из людей, в принципе, с наукой связанных тесно. Ну, то есть тут не было чистой метапозиции. Это, по сути, ученые, которые размышляли о философских проблемах и потом их тоже назвали философами. И все, что связано с логическим позитивизмом и венским кружком начала 20-го столетия. Да, именно. Морец Шлик, наверное, один из самых последовательных и ясных философов. К сожалению, сегодня уже основательно подзабытый. То, что помнят о нем мои студенты, это то, что он был застрелен своим бывшим аспирантом, охваченным чувством ревности к одной из его других бывших аспиранток. Но, помимо этого, Шлик славен тем, что предложил внятные критерии, по которым наука может быть отделена от ненауки. Для Шлика наука — это совокупность суждений. И все суждения, все высказывания, которые относятся к региону науки, должны подчиняться ряду требований. Прежде всего, они должны быть некоторым образом разложимы и сведены к серии протокольных предложений. Иными словами, если мы с вами говорим о том, что сейчас за окном идет снег, мы можем посмотреть в окно, и выяснить, идет снег или нет. Таким образом, можем верифицировать это суждение. Если оно потенциально верифицируемо, очень важно, не истинно, потому что мы можем посмотреть в окно и обнаружить, что снег не идет. И тогда мы скажем, что это ложное высказывание. Но мы потенциально можем удостовериться в его истинности, мы можем его верифицировать. Вот этот тезис верификации, принцип верификации, и кладется в основание... Немодные цитатки, скорее распространение, пиар, ну и в принципе, понимаете, в чем дело. Судя по всему, Эмпидокл впервые этот самый стихийный дискурс внутри философии, наверное, создал. То есть, именно помещение стихийного дискурса внутри философии. В мифологии-то он был до этого изначально. То есть, греки-то философы вроде бы его из мифологии брали. Но философию, осмыслить его по-философски, ну, судя по всему, взялся Эмпидокл. Потому что, ну, до этого чистой воды такого вот... Ну, четырех стихий, в общем, не было до этого. И вот. Кратко говоря, так, я думаю. Проведение границы между наукой и ненавукой. То истину, с чего мы можем установить. Артем Федоров пишет. Вахштайн сам говорил, что хороший социолог должен всячески ненавидеть и критиковать социологию. Так он же ее любит. Да и в этом видео он вроде о социологии, как и науке, не говорил. Но у него один из пафосов такой очень важный. Очень важный пафос. Непосредственно... Непосредственно защитить социологию и другие типа науки, которые не биология. Так и он говорил вроде. Он говорил уже. Ну, то есть он говорил про социологов и биологов, Артем. Вы плохо слушали, наверное. Такс. А кто отвечает за то, что после формализации высказывание, оно осталось тем же высказыванием? Это очень наивная хуйня ученых. Но это венский кружок, а не ученые. Является научным. У принципа верификации масса проблем. Собственно, главное из его проблем связано с когерентной теорией истины, которая в нем заложена. А именно предположением, что у нас всегда есть окно. И мы всегда можем удостовериться в том, что некоторое высказывание отражает положение вещей. А если окна нет? Ну, если окна нет, значит все не научная теория. Здесь проблемы нет, Вахштайн. Понимаешь, здесь проблема тупая терминологическая. Тебе не нравится, что может возникнуть ситуация, в которой окна нет. Понимаете, в чем дело? В принципе, мы можем в базе с демаркацией вообще все, что угодно заложить. Вот если человек ходит в белом халате, например, все, он ученый. Принцип демаркации. Все. Научное высказывание только тех людей, которые ходят в белом халате, например. Вполне. Да почему бы и нет? Слушайте, ну, принцип демаркации вам ведем такой. Все. Отличаем научное знание от ненаучного. Знания, высказывания, произнесенные человеком в белом халате, являются научными. А высказывания, произнесенные человеком без белого халата, не являются научными. По определению. Все. Охуенный принцип. Конечно, нихуя не работает и неинтересно, но чисто терминологически это будет так. То же самое. Это попытка, как бы, по сути своей, по сути своей, дедуктивно дать определение науки. И уже из этого дедуктивного определения выводить вот, в общем, все остальное. И это нормально. То, что обозначил сейчас Вахштайн, даже проблемой не особо является. Окей, продолжаем. У нас нет абсолютно однозначного способа удостовериться в том, в какой степени данное высказывание соответствует положению вещей. Это одна из проблем. Понятно, что логические позитивисты после Карнапа всячески пытались как-то решить этот вопрос. И плавно мутировали от корреспондентной теории истины к когерентности теории истины. То есть представление о том, что, прежде всего, предложение должно быть внутренне взаимосвязанным и согласованным с рядом других положений и так далее. Но есть принципы верификационизма и другой, куда более проблемный момент. Индукция. А именно он неприменим к самому себе. Ай, блядь, да похуй вообще. Ну и чё, как бы. Окей, мы не можем верифицировать верификационизм. О боже мой, мы не можем фальсифицировать фальсификационизм. О господи. О господи, да. Какая большая проблема. Тут пишет катафаги, пылесос не пылесосит самого себя. Да, действительно, просто-просто, блядь. О, блядь. Охуенно разнёс, конечно. Да, он неприменим к самому себе. И чё. Допустим, принцип верификации звучит так. Мы должны составлять протокольные предложения, следить за их связью и выводить, в общем-то, из этих протокольных предложений более общие предложения, да. Которые будут при этом логически связаны с предыдущими. И вот это будут, собственно, ну, в общем-то, научные теории, которые мы будем непосредственно проверять, подтверждать другими предложениями и так далее, и так далее, и так далее. И при этом добавляем. Всё это не относится к теории верификационизма. Это просто такой принцип, который отделяет научное знание от ненаучного. Ну, то есть он как будто бы, знаете, взял и, типа, как, знаете, чуваки, типа, стаканки дают или бутылку с какими-нибудь напитками, и она вдруг встала на стол, и он такой, е-бой, я победил. Ну, это не так немножко работает, к сожалению, плевать. Иными словами, нет никакого способа удостовериться, верифицировать сам верификационизм. И чё? Верификационизм ненаучен, он в философии создан как бы. Как бы вот всё. Это не наука, это философия. Но это принцип, который взялся из философии просто. Для того, чтобы верифицировать науки. Ну, вот, например, высказывание. Причём, понимаете, в чём проблема? Если мы не можем провести демаркацию с помощью метода верификации, то есть верифицировать, да, верификационизм, это просто будет означать, что верификационизм ненаучен. Это прям чё, такая большая проблема? Ну, ненаучен и ненаучен, как говорится, да? Я не знаю. На чём бы пример привести, насколько, ну, это странно всё в эти циклы вводить и типа, о, я победил. Всякое научное суждение должно быть бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, которые верифицируемы, с ним ничего нельзя сделать. Оно само не поддаётся верификации. А потому... Да, вот именно всё, оно не поддаётся верификации, оно ненаучное, и всё нормально. Ну, согласно самому, собственно, тезису Шлика, оно должно быть признано метафизическим. Окей. Соответственно, получается, что ненаучный принцип основывает, да, кладётся в основание проведения демаркации между наукой и наукой. Так, чувак, у нас выхода в основном нет. Мы либо берём ненаучный принцип, который кладётся в основание, либо придумываем вообще чего угодно. У меня не было наставников медитации, приветствую, плага, не было. Как пришли к варианту духовной практики в одноимённой книге, я его придумал. С верификационизмом есть и масса других проблем. Одна из них называется Тодис Дюгема Квайна. Он индуктивен, он предполагает некоторое последовательное накопление знаний, а потому не может произвести никакого обобщающего суждения. Например, «Все лебеди белые», знаменитый пример, потом Австралия, а там лебеди чёрные, ну и так далее. На смену эфикационизму в философии науки приходит фальсификационизм. Карл Поппер говорит, что вообще-то мир полон теорий, которые непрерывно подтверждают сами себя. Артём Фёдоров пишет, что для многих современных учёных-ультра-сиентистов это проблема, ибо они не хотят и слышат о философии. Но это их проблема как бы. Ну, у них просто единственный критерий. Понимаете, в чём проблема, Артём? Для них единственный критерий научности высказывания заключается в том, что это высказывание было произнесено учёным, по большей части, ну вот это так и будет. У чувака есть как бы диссертация, окей, всё, это высказывание произведено учёным, понимаете? Всё, оно научно. Вот у меня есть там вот эта штука, вот видите, у меня штука есть, да? Научно, как бы. Определённо научно. Супернаука, короче, здесь перед вами. Настоящий учёный сидит. Ну. Ну, мы либо как-то просто по-взрослому играем, либо мы как бы пытаемся такие, ну, типа дисциплины есть, аааа. Или либо, ну, блять, ну мы учёные, как бы. Учёные сами знают, что такое наука, ааа, как бы, да? А потом какую-то хуйню говорят, как Черниговская, там, не знаю, про культурологию неожиданно, в которой она не разбирается. Ну и всё, сидим, короче. Удивляемся тому, какая прекрасная наука. Он приводит в качестве примера две особенно ему ненавистные, психоанализ и марксизм. Это теории, которые всегда находят в себе некоторое подтверждение. И потому, говорит он, подлинно научной теорией делает её опровержимость. Иными словами, если теория может быть опровергнута, или, как он говорит, если класс фальсификаторов данного высказывания не пуст, мы можем отнести её к науке. У этого тезиса тоже масса проблем. Например, это означает, что настоящими научными являются только уже опровергнутые теории. Мы никогда не можем сказать про теорию, которая пока не опровергнута, является она научной или нет. Но основная проблема ровно... Немодные цитатки, так тоже пораньше расскажите лучше тогда. ...то же самое. Принцип фальсификационизма не фальсифицируем. Он неприменим к самому себе. Что объединяет и кондовых верификационистов, и кондовых фальсификационистов вроде Поппера, и утончённых фальсификационистов вроде Имри Локатуса, как он сам себя называет, это представление о том, что наука есть совокупность суждений, которые некоторым образом могут быть либо верифицированы, либо фальсифицированы. Социология, и мы переходим к другому способу ответа на вопрос о том, где проходит граница между наукой и ненаукой, никогда не мыслила науку как совокупность суждений. Дело в том, что в языке... Ещё раз. Социология, и мы переходим к другому способу ответа на вопрос о том, где проходит граница между наукой и ненаукой, никогда не мыслила науку как совокупность суждений. Окей. То есть, короче, он говорит, что философы, которые в метапозиции находятся, не могут говорить о том, что такое наука. А вот, блядь, социологи, социологи могут, да. А проблема в том, что социологи никогда не мыслили науку как совокупность суждений. Никогда. Никогда. А бомжи тоже никогда не мыслили науку как совокупность суждений. Значит, бомжи молодцы тоже, да. Давайте поверим бомжам, или социологам, я не знаю, или психологам. Да кому угодно давайте верить. Ну, то есть, то он говорит о дисциплинарности, и убеждает нас в том, что суждения с точки зрения дисциплинарности Это вроде бы не так достоверно, да, когда там, не знаю, биологи начинают рассуждать о том, что вот все вокруг них это там, не знаю, не ученые, включая химиков и физиков, но это какая-то странная картина мира была предложена Вахштайном, какая-то альтернативная картина мира, причем я бы даже сказал альтернативно одаренная картина мира, но это ладно. Это скорее всего просто не тонко он высказал свою идею и он, конечно же, понимает, что в принципе комплементарность внутри естественных наук довольно высока, соответственно. И тут как бы, да, а чем позиция социолога в лучшую сторону будет отличаться, с одной стороны, от дисциплинарных позиций биолога, химика, физика по отношению к другим наукам и обвинению в том, что вот эти науки не науки, да, как Панчин, например, делает. И с другой стороны, чем она лучше вот этой мета-позиции и философии? Непонятно же, принципиально непонятно. То есть вот он, он как специалист в социологии, внутри дисциплины, с точки зрения методов этой дисциплины, судит о других дисциплинах. И чё? И чё дальше? Дело в том, что в языке социологии это уже не мета-дисциплинарный, а дисциплинарный ответ на вопрос о демаркации. Да, именно. А наука это всегда совокупность действий, потому что социология занимается изучением социальных действий. И, конечно, классический пример того, как решается вопрос демаркации внутри социологического языка, это... Быть учёным значит вести себя как учёным, да? Круто. Как учёный. Есть выбор, который говорит, вот есть мир бытия, есть царство ценностей, есть смыслы, которые мы вкладываем в свои действия, соответственно, связывая царство ценностей и мир бытия. И, соответственно, где-то там в царстве ценности есть такой ценностный порядок, который называется ценность познания, есть смыслы, направленные на познание мира, эпистемические смыслы действия, которые мы вкладываем в свои действия. И тогда мы можем говорить о том, что вот это действие ученого, потому что он направлен на познание мира, а вот это действие политика, потому что под видом науки он на самом деле занимается политикой. Социолог не направлен на познание мира, он направлен на познание общества. Притом общество как объект радикально отличается от мира. Общество нельзя потрогать, общество нельзя подщупать, общество не физично. Общество как бы абсолютно, ну вот, условно говоря, отделено от реального материального мира, получается. И в этом смысле, и в этом смысле, ну, это разного рода объекты, разного рода цели. Ну да ладно. Ну это на самом деле не проблема, это просто определение разное. Я не имею ничего против разных определений науки. У меня просто есть непосредственно мысли о том, что, в общем-то, в принципе, желательно как-то методологически все это определять. Мое определение, оно не такое, что, блядь, вот все определения говно, а вот мое вот заебись, да. Мое определение просто мне в нем удобнее работать. Мне удобнее называть наукой именно естественные науки. И чисто по методу обвинять их, ну, работать с их методом, соответственно. Я больше всего обращаю внимание на методологию науки. И, соответственно, мне удобнее давать определение, которое исходит из этой методологии. Притом я, в принципе, могу и принять определение Вебера и определение, там, Саватеева. Потому что наука это ничто. Науки вообще нет. Ну, то есть, если мы даже смотрим на сами дисциплины, дисциплины, они более реальны, чем наука как таковая. Потому что науки как таковой вообще нет. Дисциплин хотя тоже, на самом деле, нет. Просто, ну, вот есть люди, в людях мнение определенное присутствует. Определенные убеждения. Некоторые убеждения, ну, плюс к тому убеждение в том, что человек является физиком, а не каким-нибудь шизиком, да. Да. Соответственно, вот тоже, вот такой определитель, по сути. Вот человек думает, что он является физиком. При этом он имеет определенные взгляды, которые свойственны многим физикам. И работает определенными методами, которыми, ну, обычно работают вот эти самые физики. То есть, совпадает несколько таких вот факторов номинальных. И в таком случае мы можем назвать его типа ученым, а науки как таковой просто нет. Ну, это как бы, ну, это гиперабстракция типа философия, наука, культура. Религия и прочие интересные слова, которые вроде бы обобщают в себе почти все, но не означают при этом, ну, толком-то и ничего. И это, на мой взгляд, действительно интересно, потому что, ну, сразу учитывать все возможные определения, определение-то хорошо. Это нормально. Потому что какое бы мы определение ни дали, с точки зрения этого определения мы можем пытаться разложить вообще всю науку. И даже больше того. Ну, 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 окей, алхимики. Алхимики. Ну, и что с ними? Ну, ну, допустим, мы назовем алхимиков учеными, у них направленность на истину есть. Молодцы. Ну, допустим, да, будем по направленности, по действию и цели судить, что такое наука. Окей, алхимики будут тоже учеными. Для меня никаких проблем здесь нет. Пусть будут. Пусть будут, как бы, но только в соответствии с этим определением. Поехали дальше. И точно так же вкладывать именно такого рода ценностные основания в свои действия. Но что важно, что вот в этой веберовской концептуализации науки понятие знания оказывается вторичным по отношению к понятию действия. Ну, окей, это противоречит моему методу, окей. Методовая травма социологии. Дальше будет эволюционировать и меняться теория действия, и вместе с ней будет меняться теория науки. Потому что наука – это некоторая совокупность действий, а не высказываний. Какой бы концептуализацию мы не выбрали, исходили ли бы мы из дисциплинарной или методисциплинарной философской позиции, мы всегда вынуждены надавать эту концептуализацию науке. Из чего она состоит и чему она рядоположна. Для вебера есть научное действие, есть религиозное действие. Для Шлика есть научные высказывания и метафизические высказывания. Сегодня, когда мы говорим о том, что же такое проблема демаркации в социологии, мы, как это ни странно, куда реже апеллируем к концептуализации наука как системы действий. Почему-то мы возвращаемся к идее высказываний. Но уже не к идее высказываний, как к высказываниям о мире, которые как-то к этому миру могут быть поставлены в соответствие, а идее языка. Вот эта мысль о том, что социология, равная как и любая другая дисциплина, представляет собой прежде всего язык, означает, что некое суждение, некоторое высказывание может быть признано научным или ненаучным, не исходя из того, как оно относится к объекту своего высказывания. Нет больше никакой когерентной теории истинности. В смысле нет, она есть. Она всегда есть и будет. Сходя из того, как оно согласовано с другими суждениями в рамках данного языка. Круто. Ну, то есть, знаете, постмодернисты тогда правы. То есть, соотношение суждений только в рамках языка говорит нам о том, что мы попали в мир симулякров, в которых, в общем-то, огромное количество высказываний, ссылающихся друг на друга только существует, и никакой связи с реальностью тогда нет. Иными словами, если это высказывание произведено по правилам социологического языка, по правилам языка социологической теории, если в нем не нарушено ни одно из табу, если в нем использована та система развлечений, которая в нашем языке закреплена... Так у вас, наверное, несколько, кстати, систем языка одного социолога. Ну ладно, окей, неважно, несколько законов, допустим. Мы говорим о том, что это социологическое высказывание. И тогда огромное количество высказываний, произведенных на языке других дисциплин, будут для нас точно такими же уже научными, как и высказывания, произведенные на языке, например, религиозной догматики. Сегодня мы говорим о социологии именно как о корпусе языков, со своей семантикой, со своей оптикой, со своей метафорикой, со своей аксиоматикой, которая уже в эти языки встроена. И именно благодаря такому пониманию социологии, как некоторого способа разложения мира на элементы, уже заранее встроены в нашу. Ну я, кстати, не очень люблю теорию языка, по сути. Опять же, мне не свойственно разбирать мир с точки зрения языка. То есть, да, когда мы смотрим на мир и видим там языки, вместо, в общем-то, образов, вместо воспоминаний, вместо эмоций, просто языки, языки, языки и языки, ну, блин. Ну это тогда значит, мы можем на языке той или иной дисциплины написать работу, но при этом ничего не исследовать вообще. Просто подражать, например. Если наука это просто язык, правильно, правильно составленный язык, со своими табу и правилами, и аксиоматикой, мы можем тогда, ну, как бы, игнорировать метод. Мы можем написать диссертационную работу, не проведя ни одного исследования, просто делать вид, что мы проводили исследование. И в соответствии с этим мы получим какие-то результаты, и они будут описаны абсолютно по правилам той или иной, в общем-то, науки, условно говоря. Ну тогда получается чистый симулякор. Получается реально полноценный, ну, такой бодрияровский симулякор, в котором, ну, ничто ни на что не ссылается. И, в принципе, делать проверку с реальностью тогда тоже становится, ну, довольно сложно, потому что огромное количество представителей разных дисциплин занимается этими дисциплинами одновременно. Вы представляете себе, да? Одновременно громадное количество людей занимается наукой той или иной. И умножает количество работ, которые оказываются в итоге, ну, непроверяемыми из-за своего огромного количества. Соответственно. И это довольно нехорошо, на мой взгляд. Ну, то есть, если раньше мы опирались и на высказывания, с одной стороны, такая языковая составляющая, и с другой стороны на методологию, что как бы дополняло и позволяло нам вот эти вот действия усматривать, какие действия должен сделать человек, чтобы прийти к верификации, да? Или фальсифицируемости. То есть, было определенное табуирование определенных действий. Это было нормально вполне. А то, что я сейчас вижу, это немножко меня уже как бы еще больше смущает. Наш, собственно, язык описания заставляет социологов все более пристально всматриваться в то, на каком языке мы говорим о мире. И, собственно, до тех пор, пока мы не отдаем себе отчета, как наш мир, как наш язык создает наш мир, как язык социологии делает этот мир доступным познанию социологам, мы, в принципе, не способны ответить на вопрос, действительно ли этот мир, например, является социальным. И если социальное в мире или социальное – это просто одна из категорий нашего языка, которые мы используем для того, чтобы увидеть этот мир как социальный. Ну вот, посмотрели. Так, ускоряем на двоечку. Ну вот, по-моему, видео хорошее, но я, как всегда, с Вахштайном не согласен.